Еще летом только первый этап будавнейших работ. Зараз объекта Багравая у весь город и головная на мясцовых видах палева. Новая котельная у Кубринь изменила вторую, якая денежала яща с 1976-го и выкарыстовала природный газ. Золиком не простой ситуации с поставками палев на энергетичных ресурсов, рациональное выезде выкарыстовывать уластные. Сарат первых экономия сродка, больше экологичная вытворчасть и автоматичный режим працы. Усяго за 2019 на мясцовые виды палева переведено два таких объекта. В планах на ближайшие годы яща восемь. На 2020 год мы планируем перевести пять котельных на местные виды топлива, что позволит нам увеличить долю местных видов топлива порядка 10%. На сегодняшний день она составляет по области 36%, а при реализации вот этих мероприятий она составит 46% в доле потребления. А как с котельным тепло якосно поступало у Кватыры, в 2019-м заменена амаль 99 километров труб. Правда, свои корректировки у тепляльный сезон унесла рекордная теплая надворья, что отбилось на доходах. Об этом говорили и на выниковой коллегии управления жилево-коммунальной господарки. Все расстанувших выников года капитальный ремонт. Его провели у 129 домах. Все лет отрамонтуют ясче 150. Что до сеток канализационных и водопроводных заменено 3% от усих взношенных. До речи, якость пятной воды повелечили с допомогой 41-й побудованной станции обезжелезвания. Приоритетные накерунки работы Протвенества жилево-коммунальной господарки региона застанутся неазменными. Основные направления – это безубыточная работа предприятий жилищно-коммунального хозяйства, выполнение пятилетки программы комфортное жилье по капитальному ремонту, опять же, строительство станции обезжелезвания. Все те направления, которые заложены в программе. Протягнуть коммунальные службы и работы по досягнению мета 99. Сгодно с республиканской программой, якая так само различена на 5 годов, прикладно 25% коммунальных отходов треба перепрацовывать. Наш регион пока шиквыканал, в первую очередь, за кучу Брестскому сметеперопрацовщему заводу, аналогу якому зараз не ама во всей Украине. Есть у нас автоматическая сортировка, есть возможность использовать органическую часть твердых коммунальных отходов для выработки тепловой и электрической энергии. Если говорить по видам вторсырья, основные, которые мы собираем, это бумага, пластик, стекло, шины, отработанные масла, ну и, в принципе, другие виды отходов. В этом году плановится повелишить и могутности инших центров по перепрацову с твердых коммунальных отходов. Так, все лето в Барановичах проведут масштабную модернизацию сортовальной перегрузочной станции. Этот год станет изначальным для коммунальных службов региона. Будут подведены выники одразу двух важных республиканских программ. Владислав Бондар, Юрий Блинда, телерадиокомпания, Брест.